Один из самых страшных наркотиков стали употреблять жители области. В поселке Железнодорожный был обнаружен наркопритон. Наркоманы в домашних условиях изготавливали запрещенный препарат. Они скупали в аптеках лекарства, содержащие кодеин. В этом месте практически круглосуточно шло производство дезаморфина. Этот наркотик готовили из лекарств, содержащих кодеин. Болеутоляющие таблетки, даже глазные капли стали главными ингредиентами одного из самых страшных наркотиков современности. Через два месяца его употребления у наркоманов начинают гнить органы, а через два года наступает смерть. Уже пошел, видимо, процесс разрушения организма. Все руки и тело в язвах. Уже такой отсутствующий практически взгляд у человека. Серое совершенное лицо, уже проблемы с волосами, вообще с кожным покровом. Он еще иначе называется дезаморфин, иначе называется в среде наркоманов крокодил. Потому что после первого-второго укола тело наркозависимого покрывается такой чешуей. То есть кожа начинает уже поверхностно отслаиваться. Квартира больше смахивала на мусорную свалку. На полу разбросаны коробки от медицинских препаратов, использованы шприцы, вата и бинты. Организатор притона в поселке Железнодорожный – ранее садимый 32-летний мужчина. Друзья периодически заходили к нему в гости и там употребляли дезаморфин. Повладел навыками изготовления этого крокодика в домашних условиях. Изготавливал он его. Ну, сведения подчеркнул из интернета. К сожалению, интернет еще, несмотря на все попытки такие сайты закрывать, пестрит различными рецептами и объявлениями, как приготовить, из чего приготовить. Но и такую, скажем так, медвежью услугу ему в этих зданиях оказал один из его приятелей, наркозависимый тоже, который в настоящее время отбывает заключение в местах не столь отдаленных. За один раз он готовил не менее двух граммов дезаморфина, что является крупным размером. В результате суд признал его действие покушением на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Отбывать срок наркоман будет в колонии строгого режима. Татьяна Караханова, Михаил Цейко, специально для Местопроисшествия. Машина в смятку. Во вторник в Калининграде на перекрестке столкнулось два автомобиля. Из людей никто не пострадал, а вот одно из транспортных средств восстановлению не подлежит. Авария произошла во вторник на пересечении улиц Зоологической и Чайковского. Автомобиль Шкоды такси на перекрестке столкнулся с Опелем. Водители иномарок чудом не пострадали, а вот автомобили поймало изрядно. Машине такси повезло больше, а каркас Опеля полностью деформирован. Автомобиль восстановлению не подлежит. Госавтоинспекция сейчас выясняет, кто стал виновником ДТП. Ночное возгорание. На улице Горького в среду загорелся автомобиль. Никто из людей не пострадал. В полвторого ночи на пульт дежурного поступило сообщение. На улице Горького 201 горит автомобиль. Додж Стратус был припаркован прямо на проезжей части. Пожарные незамедлительно выехали на место и потушили пламя. У автомобиля выгорел моторный отсек площадью в два квадратных метра. Причины возгорания сейчас устанавливаются. Захотелось выпить. В поселке Знаменск неизвестная дама похитила бутылку коктейля. Она зашла в торговую палатку на улице Юбилейной и открыто взяла алкоголь. По горячим следам ее задержал участковый. На 51-летнюю местную жительницу возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Похитили картошку. В Полеске двое местных жителей с территории склада вынесли мешки с картошкой. Ущерб оценили почти в 3 тысячи рублей. Участковый задержал злоумышленников. На них заведено уголовное дело по статье «Кража». 40 литров бензина пропало из гаража в поселке Ладушкин. Неизвестный проник в помещение и похитил горючее. Злоумышленником оказался 18-летний местный житель. На молодого человека завели уголовное дело по статье «Кража». Электроинструменты похитили в городе Светлом. Неизвестные проникли в гараж по улице Луговой и вынесли имущество. В дело пришлось вмешаться сотрудникам по делам несовершеннолетних. Шесть подростков задержаны. На них заведено уголовное дело.